Кринжовые истории ночных продавцов с форума Reddit Я никогда не был продавцом в магазине, но мне посчастливилось стать свидетелем следующей истории. Это примерно 96-й год, где-то 2.30 ночи. Парень приходит к угрюмому клерку, который, казалось, работал по 25 часов в день и спрашивает «Вы продадите мне полдюжины яиц?» Клерк недовольным голосом ответил «Нет, надо купить дюжину». Парень пробовал настоять на своем «Мне нужно всего 6 штук». В ответ услышал раздраженный отказ «Все равно, вы покупаете 12 или получите 0». Не говоря больше ни слова, парень возвращается за своей покупкой, платит и выходит. Затем он бросает 6 ненужных яиц в витрину магазина и уезжает. В начале 90-х годов я работал в небольшом кафе при магазине. У нас в меню были такие жареные деликатесы, как курица, джо-джо, корн-доги, буррито и тому подобное. В тот вечер у меня закончились буррито и курица. Также где-то за час до закрытия я выключил машину и вычистил ее. Примерно через 5 минут после того, как я справился с уборкой, в магазин вошел парень, направился к моей стойке и попросил буррито. Сказал клиенту, что у меня ничего не осталось для начинки. И я как раз собирался закрываться. К тому же фритюрница уже была отключена. Посетитель походил по магазину пару минут, предполагая, что он искал что-нибудь из еды. А затем снова подошел к моему прилавку, вытащил нож и сказал мне, что если я не приготовлю ему несколько буррито, он приготовит буррито из меня. Я здорово испугался, но все-таки признался, что мне не из чего готовить. Открыл и показал ему морозильную камеру, добавив, что с радостью приготовлю из нее все, что он захочет. Но он лично пусть убедится, что у меня закончились продукты. Парень смотрел на нее минуту, затем повернулся ко мне и обиженно произнес. У тебя действительно нет буррито? Я подтвердил это кивком головы и слегка дрожащим голосом. Да, он убрал нож и вышел из магазина. Я работал на круглосуточной заправке в маленьком студенческом городке. Однажды ночью в клубе через улицу произошла драка, и около 50 человек были опрысканы перцовым баллончиком в попытке погасить конфликт. Пять минут спустя, 50 разъяренных посетителей клуба ворвались ко мне в магазин, бросились к витрине, поспешно хватая бутылки с минералкой и обливаясь водой, затем убежали обратно. Я просто стояла в полном замешательстве, наблюдая дикую сцену и сказала своему боссу, что мне больше не нужны поздние смены. Постоянный клиент, мужчина, живущий через улицу, подошел к кассе в мокрых шлепанцах и с полотенцем на талии. Схватил кусок мыла, бросил 5 долларов на стойку и вышел как ни в чем не бывало. Я постоянно работаю поздно ночью, в произвольном порядке представлю некоторых крынжовых покупателей. Женщина пыталась доказать мне, что Иисус может наблюдать за происходящим через нее, он смотрит на мир ее глазами и мы движемся в ад. Мужчина вошел в магазин только для того, чтобы испорожниться в третьем ряду. Какой-то парень пытался украсть сигареты и возможно это сошло бы ему с рук, если бы он не решил громко пукнуть, а потом из-за смеха посыпались пачки сигарет из-под рубашки. Два человека пытались запереться в нашей ванной и кричали нам, что теперь это их дом. На заправке парень подъехал к насосу, отцепил шланг и потребовал постоплаты. Согласно нашей политике, это не разрешается делать с полуночи до пяти утра, только предоплата. Я объявляю правила чуваку по громкой связи. Почти уверен, что информация прошла впустую, так как клиент становится все более раздраженным и воинственным. Когда он начал бить насос с насадкой шланга, я вызвал ментов. Чувак принялся ломиться в двери, громко стучать в нее и пинать ногами, но она была надежно заперта, поэтому он никак не смог войти. Дебошир слегка расстраивается и наконец просто выхватывает свой хлам из штанов, виляя им в направлении витрины магазина. Все это записывает система видеонаблюдения, поэтому я просто начинаю ржать до изнеможения. Потом подъезжают копы и двое крепких стражей порядка быстро успокоили этого несчастного, усадили пьяного сумасброда в кузов полицейской машины. Я уволился через несколько месяцев после этого случая, так как тот мизер, который я получаю, не стоит моей жизни или моего здоровья. Вошел парень, направился к холодильнику, взял банку спрайт и подошел к кассе, чтобы оплатить покупку. Пока я обслуживала его, в дверь бегает один из наших местных полицейских с пушкой на готове и громко кричит. Положите руки на стойку немедленно. Ну конечно, подчиняюсь, кладу руки на прилавок вместе с покупателем, потому что все, о чем я думаю в это мгновение... Понятия не имею, что я сделала такого, но мне очень жаль. Оказалось, что этот парень был причастен к ограблению круглосуточного магазина в соседнем городе, который находился от нас в 10 минутах езды. Он сбежал с места преступления на Мустанге с двумя сообщниками. Грабителю разбили машину, пытаясь уйти от преследования копов, и все трое разошлись в разные стороны. Двое были задержаны довольно быстро, а третий пришел в наш магазин, чтобы либо прикрыться мной, либо ограбить меня. Честно говоря, не знаю, какой план был в голове бандита. После задержания парня полицейский посоветовал мне задуматься и переосмыслить свою работу с ночными сменами. В 18 лет я работал на ночной заправке. Был один постоянный клиент, странный чувак, который водил белый Хонда Прелюд и всегда заправлялся бензином 666. Он каждый раз появлялся в одних и тех же шортах с пятнами и синяками на обеих ногах и имел обыкновение медленно бродить, прислонившись головой к витринам, выбирая столько йогуртов, сколько мог унести в руках. Потом расплачивался купюра в 50 баксов и, шатаясь, удалялся. Однажды он вошел с двумя развязанными женщинами. Они цеплялись за него с обеих сторон и у этого мужика были самые большие зрачки, которые я когда-либо видел. Вошедшие стояли у стойки, пока я просматривал все взятые клиентом йогурты и он заговорил в первый и единственный раз. Глядя на меня в упор, он обратился к спутницам. «Парень может присоединиться к нам». Одна из женщин посмотрела на меня и сказала «Ты заработаешь намного больше, если поедешь с нами, дорогой». Я нервно посмеялся, забрал наличку и они ушли. Однажды ночью, когда я работал клерком на заправке, в магазин зашла женщина. Посетительница подошла к холодильнику и взяла газировку, но все время, пока она находилась внутри, смотрела на меня широко открытыми глазами. Женщина подошла к кассе, все еще буравя меня тяжелым взглядом, мутный глаз, почти не моргая, поставила свою газировку на прилавок, а затем четко сказала «Я тебя родила». Я пешил растерянно спросил «Прошу прощения, я родила тебя, ты вышел из моего тела». «Я почти уверен, что меня родила моя мама». «Ты вышел из моего тела, я родила тебя в горах Теннесси». Я просто взял у нее деньги и сумасшедшая ушла. Я работал в Данкин Донатс. Каждый вторник около 22.45 приходил посетитель, чувак в Дэйзи Дьюкс и топи от бикини с блестками. Он был лысеющим старпером, с пивным животом и волосами на груди. Расставлял свои вещи на прилавке и заказывал два пончика с посыпкой. Каждый вторник в любую погоду. Я работала в Уолгинс, расположенном в не очень хорошем районе и необычные ситуации возникали регулярно, но все было не так странно, как этот случай. Мужчина обладал запоминающейся внешностью, он приходил каждый день, чтобы купить пакет конфет. У этого человека совсем не было зубов, он выглядел очень мерзко и неопрятно. Но я всегда относилась к нему уважительно, поскольку передо мной был наш постоянный клиент. Однажды вечером, получив свои сладости, он возвращается в магазин, чего никогда раньше не делал. Смотрит на меня с самым странным выражением лица, кладет маленький листок бумаги мне на прилавок и торопливо уходит. В смятении я открываю письмо, в котором жутким почерком, словно к куриным царапаням было написано. Привет, мое имя? Мне интересно, не хочешь ли ты увидеть Человека-паука? Встретишься со мной завтра в торговом центре в 19.00? Если да, то я буду там. В конце симпатичный улыбающийся смайлик. Чуваку было около 50, а мне 20 лет. Конечно, я не пошла к нему на свидание, но никогда больше мы не видели этого клиента в нашем магазине. В старших классах я работал в круглосуточной аптеке, где помимо лекарств, также был небольшой выбор пива. Примерно в 2 часа ночи заходит парень, еле передвигая ноги, неторопливо подбирается к прилавку и берет две упаковки напитка по 12 штук. Он подходит к стойке и хлопает по ней пивом, затем сует руку в карман, вытаскивая наполовину съеденный тако и кладет его на прилавок. Я не мог ничего сказать, потому что был здорово озадачен. Просто позволил неадекватному посетителю уйти с товаром, объяснив впоследствии своему начальству, что я сильно испугался. Думал, что он может вытащить точно так же пушку. Это была самая странная ситуация, которую я когда-либо видел. Я работаю по ночам на заправке в хорошем районе Нью-Гэмшира. Обычно это довольно скучное место. Однажды у меня действительно появился странный клиент. Я как раз собиралась закрыть магазин, когда туда вошел щуплый старичок. Он был маленького роста, обдет в брюки цвета хаки и рубашку на пуговицах. Я, как обычно, поприветствовала посетителя. Вежливо поинтересовалась, как проходит его день и зачем он пожаловал. Странный дедуля молча сделал покупки и расплатился. Когда я передавала ему сдачу, он крепко схватил меня за запястье, посмотрел прямо в глаза и сурово сказал. Ад, это наша реальность и дьявол уже схватил тебя, девочка. Будь осторожна. Раньше я работал на заправке в очень маленьком городке. Один старый бездомный мужик со стеклянным глазом всегда приходил к нам с открытым пятигаллоновым ведром маринованных свиных плапок. Этот розовый маринад брызгал во все стороны, когда чувак передвигался. Не говоря уже о том, что летом от этого ведра жутко пахло. Итак, в один из первых дней моей работы старик зашел на заправку, чтобы купить Bud Ice. Я посчитал покупку и назвал сумму. Тогда чувак засунул руку в ведро и вытащил оттуда маринованную свиную ногу, которой он ударил по стойке. После недолгих объяснений, что свиные лапы не являются денежной единицей, я просто уступил его тупости и отдал бомжу пиво за 2 доллара, заплатив за это сам. Примерно раз в неделю странный мужик появлялся на заправке и у нас оставалась эта маринованная свиная лапка взамен Bud Ice. Другие клиенты в очереди были бы в шоке, увидев это. Я бросал свиные лапы в лесу, где их могли съесть бродячие собаки. Пожилой мужчина был сумасшедшим, но очень милым. Я называл его Ларри Пикфуд. Понравилось видео? Тогда смотри криповые истории от исследователей заброшек.